Ребята, помните, я показывала вам зимой вот эту вербу? Я словно думаю, что здесь теплая трасса проходит под землей. И был снег, а у нее были набухшие почки. Так вот, сейчас еще ни одна верба не цветет, а это уже, посмотрите, у нее какие почки распустились. Да, скоро выпустят листочки. Ух ты, наша красавица, ранняя пташка. Ребята, всем привет, большой привет. Давно не виделись мы в этой обстановке, да, друзья? Слушайте, у нас опять пасмурно. Я вам покажу, потому что я собралась идти по делам. Я вам покажу, какая у нас опять погода. И с минус 20... Пардон, с каких минус? Из плюс 23 у нас вчера было минус 1. Я вчера вышла гулять, у меня прямо носик и ручки замерзли. Ну, сегодня плюс 4 днем. Сейчас не знаю даже сколько градусов. Вот, но я хотела вас спросить, как вы поддерживаете свой организм? Потому что мы с вами знаем, весна и осень – это опасные периоды в году, когда организм истощен либо осенней хмарью, либо осенней такой пасмурностью, да, либо весенней нехваткой витаминов. Что вы употребляете сейчас, друзья, для поддержки своего организма, для настроения? Я вам сейчас хочу показать то, что я употребляю, как я поддерживаю себя. Значит, я вам уже говорила, в одном из них были проблемы со спиной. И я... ну, давно, много лет назад. И я... и как я вылечилась, я вам говорила. И вот уже 3 года я не пью хондроитин и глюкозамины. И вот сейчас, думаю, ну, 3 года, что-то у меня стало пошаливать коленочка. И я решила снова вот этот комплекс витаминов и минералов ввести в свой рацион. И мне уже гораздо легче. Девчонки, я никому ничего не рекомендую. Принимайте решения сами. Я вам просто рассказываю то, что употребляю я. Значит, естественно, это кальциминодванс. Здесь есть все минералы. Вам здесь и цинк, и медь, и марганец. Я вам говорила, что кальций усваивается не только если магний есть, да, в составе, но и обязательно марганец, потому что я слушала военного врача из Санкт-Петербурга. Значит, марганец, убор, кальций, цитраты, кальций, карбонат, витамин D3 обязательно и магний, соответственно, да. Значит, что я... вот такая баночка. Вот такая баночка. Что я плю в комплексе вот с этим? Для своих суставов и для своего позвоночника. Значит, магний плюс витамин группы В. Здесь у нас В3, В6 и В12. И 600 миллиграмм фолиевой кислоты. Вы знаете, я где-то прочитала, что вы можете поправляться при относительно нормальной диете, даже не понимая, что у вас в организме не хватает витамина В12. Представляете? Естественно, я всё это быстренько купила. Я это пробиваю. И вы знаете, что хочу сказать? У меня настолько изменился режим. Вот серьёзно. Я ложилась... Ну, во сколько? Ну, в 12 это хорошо, если я лягу ночи. А то и в час, и в два, понимаете? Потом долго не могла уснуть. Сейчас у меня настолько изменился режим. В 10 часов меня уже всё клонит ко сну. Ну, я спать хочу. И я в 10.30 всё уже... Я стала глубоко спать. Ребята, я отношу это вот к этому препарату серьёзно. И, соответственно, просыпаюсь я в 6.30. Понимаете? Ну, я и раньше ложилась поздно. Ложилась поздно, просыпалась не позднее половины девятого, допустим. Ну, в девять это крайний случай. Даже если я усну в 4 утра. Но сейчас у меня просто изменился режим. И я чему очень рада. Потому что я встаю, я делаю очень много дел. И к 9-10 часам я уже пошла гулять. Вот, значит, вот этот. Дальше. Так, показала я вам. Вот так он выглядит. Видите? Вот так вы блистели. Дальше. Я пью глюкозами. Я очень люблю и рекомендую Дону. Я вам говорила уже про неё. Глюкозамин. Дона. Их андреагин-то, по-моему, есть. Но сейчас у нас... Они в аптеках пропали. Да, в аптеках пропали. А то и очень сильно повысилась цена. Мне в одной аптеке, ну, в этой куберских аптеках мне посоветовали вот этот глюкозамин максимум. Я посмотрела. Там в Доне, по-моему, по 500 миллиграмм. Там, как бы, небольшая дозировка, да, в этих, в Саше. А здесь по 750 глюкозамина, 250 хандреагина. Это тоже... Для профилактики это норм. А для лечения нужно, конечно, побольше концентрацию. Вот. Ну, значит, и я прочитала, что это... Мне сказали они, что это Беларусь. Я купила. Оказалось, оказался этот препарат наш, произведён в России. Как-то я не очень доверяю российским фармацевтам. Хотя, вот, один препарат очень-очень поднял на ноги моего папу. Вот. Но он дистриблютор является в Беларуси. Мы туда поставляем. Вы знаете, пью и вижу результат. Небольшой, мягкий, но вижу результат. То есть, мне... Я сужу по состоянию коленки своей. Вот такие они. Один блистер я уже выпила. Вот такие эти. Глотаются хорошо относительно. Так, дальше. Ну, и, конечно же... Как это показало? Это показало. И, конечно же, Омегу, ребята. Омегу вот эту я привезла из Турции. Мне она очень нравится. Я показывала вам какие-то подсупки. Вот, видите, матовая оболочка такая. Может быть, вам... Ой, где матовая оболочка, вам покажется, может быть... Но, вообще, он как слеза. Очень хороший состав. И очень... Как сказать? Ну, да. Просто хороший состав тут. Пьется тоже хорошо. Кстати, когда я выписывала сахерба рыбий жир, они прям такие пузатенькие были. Капсулки. Это, видите, длинная, тонкая. Очень хорошо... Очень хорошо... Так, дальше. С этим все, да? 4 хондроекин показала. Витамин В, кальций, макс. И вот это, да. Пишите мне в комментариях, что вы употребляете, какие витаминчики, как вы поддерживаете свой организм. Вы должны знать, что кроме вас никто о вашем организме не позаботится. Вы не съедаете такое количество фруктов и овощей и белка, чтобы восполнить все свои запасы. Но, в любом случае, нужно, конечно, делать анализ крови и по нехватке минералов. В любом случае, конечно. Единственное, что мы все знаем, нам всегда не хватает Д3 и кальция. Потому что кальций выводится с мочой. Дальше, что у меня, ну, не нового, а я вам показывала, что покупала корейскую косметику. Вот, и сейчас хочу сделать отзыв на нее. Значит, я покупала тонер, крем для глаз, крем для век и дневной крем. Значит, девчонки, вот этот тонер у меня уже заканчивается. Но я просто прихожу и снимаю макияж, пыль, грязь прямо вот этим тонером. Хотя у меня, конечно, есть мицеллярка, но как-то я ее не очень люблю. Что могу сказать по этому тонеру? Нравится он мне, нравится его действие. Единственное, что не нравится, что это постоянно нужно вот так вот откручивать. И на ватный диск, и потом уже тонировать, обрабатывать свое лицо. Вот это не нравится. Практически не имеет запаха. Соответственно, нет отдушек. Ну, а по ощущениям, вообще не стягивает кожу после него. Нравится он мне, нравится. Дальше. Крем для кожи вокруг глаз. Во-первых, вы посмотрите, ну, я вам тогда говорила, посмотрите, какая фасовка. Тут 30 мл обычные кремы для век, для кожи вокруг глаз идут в фасовке 15 мг. Значит, он вот такой. Очень нежный. Текстура тоже без запаха. Мне вот это, кстати, очень нравится, когда нет отдушек. Ребята, ну, просто, просто замечательный крем. Замечательный крем, мне нравится. Я могу рекомендовать. Это 24 карата голд. Вот, и крем для лица дневной. Вот я, видите, его уже сколько использовала. Знаете, он такой плотный, он как будто бы как, как сказать, как подвзбитый такой, как. Тоже абсолютно нет отдушек. Очень-очень плотненький, очень плотненький. Баночка вот такая затемненная. Он плотный, но он не жирный. Понимаете? Он не жирный. Он, когда его наносишь на лицо, распределяется прекрасно. И вы знаете, посмотрите. Он еще, знаете, он впитывается не сразу, долго остается на лице. Но потом, когда вы наносите, посмотрите, как засияла кожа. Потом, когда вы наносите тональный крем на него, у вас кожа как будто бы как светится изнутри. Вот у меня сейчас нанесена пудра, кстати. Сейчас покажу, какую пудру купила. Посмотрите, как светится кожа. Что-то жилки выступили. Вот. Вот такая у меня матирующая катрица я купила. Девочки, бюджетный вариант. Это у меня, как называется, песок, по-моему. Там, том, сент, да. Песок. Не темное, там было еще темнее, не темное и не светлое. Так, друзья, из того, что я читаю, из того, что я сейчас читаю, я купила вот эту книгу, маленькую книгу Икигай. Кто слышит про вот эту книжку? Маленькая книга стоит 540 рублей. Не дешевая. Значит, Икигай – смысл жизни по-японски. То, ради чего стоит вставать по утрам. Мировой бестселлер Кен Могин написал. Книга переведена на 29 языков. Что такое Икигай? Икигай – это умение находить, узнавать и ценить те радости жизни, которые имеют смысл лично для вас. Для того, чтобы обрести Икигай, не обязательно быть японцем. Ребята, я считаю, что вот эту книгу надо иметь всем, как настольную. Я начала ее только читать, вот только-только начала ее читать. 190 страниц. 190 страниц, я думаю, я ее прочитаю. Но в любом случае нам всем, абсолютно всем нужна поддержка извне. Это касается и нашего организма, вот о чем я говорила. Высшие витамины, минералы, воду. Обязательно пейте воду. Обязательно пейте воду. Скачайте себе предложение. Я говорила уже вам в предыдущем видео об этом. Ну и помимо физического тела, нужно сохранять и ментальное тело. Я в этом уверена. Как можно? Это только книги. Это только книги, потому что у всех свое мнение, правда, у всех своя правда. Книги вот такого плана. Все, друзья, жду от вас обратной связи. Напишите, пожалуйста, что вы думаете обо всем этом. Ну и хорошего вам дня. Я пошла по делам. Будет что-то интересненькое. Я вам, конечно, запишу. Мы с Люсей собрались опять посетить театр. Я сейчас выбираю, куда мы пойдем. Либо в ТЮС, либо в Театр Кукол, либо Театр Музкомедия. Но это нужно сделать в ближайшие две недели, поскольку 30 апреля я уезжаю. Куда я уезжаю, я вам обязательно покажу. Ну, в принципе, кто был внимателен, тот и так, наверное, поймет или догадается, куда же я поеду. Буквально на 3-4 дня. Все, друзья, всем пока. Всем отличного настроения. Я вот сейчас иду, друзья, и думаю, думаю, что такое, почему сера-то? Когда же начнут распускаться деревья? Думаю, ну пора ведь уже, пора. И ловлю себя на мысли, что, Лена, апрель, всего лишь апрель. Для апреля это очень рано. Видите, у нас опять ветер какой-то. Ну и, конечно, в апреле, чтобы было плюс 23, я не помню такого. Это просто какие-то, какие-то, какие-то 12 месяцев. Какие-то 12 месяцев буквально. Вот так, ребятки. Что-то да я. Делал。 Что-то да я в тему.